здравствуйте вы на канале любимая дача сегодня 4 ноября и мы такие праздники ноябрьские всегда солим капусту солим капусту так уже много лет не первый год капуста получается очень вкусно хрустящая сочная почему делаем это на улице чтобы она немножко схватилась морозцем на улице сейчас минус 2 градуса такой легкий минус и вот мы занимаемся на веранде капусту шинкуем добавляем морковь натертую на крупной терке солим крупной солью каменная крупная соль без добавок у нас сколько солить я не могу сказать потому что мы вот так соли мы просто пробуем пробуем на соль полежит капуста по перемешиваем и пробуем как нам нравится солено не солено все подходим и все пробуем определяем вот посолили так она чуть-чуть лежит и наморозьте чуть-чуть чтобы я прихватила морозом капуста здесь сок не дает перемешиваем ее она просто так вот подсаливается и мы ее не давим не прижимаем гнетом просто вот так вот перемешиваем аккуратненько и где-то часа два она у нас на улице лежит периодически пробуем если нужно подсаливаем еще делаем так как будто это салат из свежей капусты посоленный вот на стол салатник а потом она будет еще квашеная то есть будем ее в тепле квасить три дня так хорошенечко перемешиваем на холоде если капусту вот так не давить она будет хрустящей потом когда ее в тепло заносишь она сразу дает сок в кастрюле и просто тарелкой сверху если накрыть сока будет очень много в тепле если капусту делаешь она сразу сок дает и становится потом такой ну немножко как ватная суховатая вот это долго долго сохраняет хрустящий такую добавляем только соль не укроп не чеснок ничего больше не кладем не лавровый лист не кладем только крупную каменную соль и все и решили заодно приготовить ужин в казане растопили печь казан у нас большой раскаляем его хорошо очень крупно начистили картошку целиком острый перец сладкий перец перец и свой морковку крупно нарезали казан нужно хорошо прокалить тем временем капуста просто лежит на улице периодически перемешиваем пробуем на соль часа два у нас провела капуста на улице наливаем растительного масла в казан нагреваем хорошо масло растопили камин чтобы нам было потеплее всем этим заниматься сначала туда складываем картошку и обжариваем ее до золотистого цвета до такой хрустящей курочки в казане перемешиваем конечно постоянно снег лежит у нас на участке птички прилетают очень много разной живности вот картошка начала уже приобретать такой золотистый цвет оготавливается она еще не готова внутри но картошку мы убираем то есть она вот корочкой такой золотистой вся покрылась убираем сейчас будем класть мясо мясо на косточках у нас ребрышки вот то мясо которое ну мякоть его в доме легко приготовить а косточки не очень хорошо едятся поэтому готовим их так в казане кидаем в масло ребрышки ребрышки у нас от козы лесное мясо картошку пока отставили в сторону сейчас нам нужно хорошо прожарить мясо чтобы она тоже зарумянилась чтобы стала такую такая вот на нем но на сильном огне жарим и мясо становится тоже сверху с хрустящей корочкой капуста пока просто лежит ждет перемешиваем казани мясо очень хорошо зажаривается дома так невозможно зажарить когда сильный огонь сверху получается корочка а внутри мясо получается сочная если у вас есть казан и можете готовить на улице попробуйте блюдо будет очень вкусным а я тем временем пошла в теплице за свежей зеленью у меня же еще зелень свежая растет в теплице до сих пор и редиска и шпинат и лучок зеленый капусту складываем в кастрюльку сильно ее не давим просто прижимаем руками не сверху потом поставим большое блюдо прижать немножко ее конечно нужно но не так что прям вот сильно ее давить потом когда в тепло занесем она сразу дает сок и сока бывает много на соль все попробовали всем понравилось а потом она будет еще и кисленькая квашеная капуста стоять будет в тепле три дня но протыкать нужно ее палочкой обязательно протыкаем добавили опять картошку в казан сложили теперь уже там мясо и картошка вместе и немножко водички подлили закрываем крышкой на несколько минут чтобы картошка хорошо доготовилась и потом высыпаем перец прямо целиком то есть мы его не режем не чистим семена вот так целиком получается очень красиво и очень вкусно убавляем огонь на единичку просто вытаскиваем угли и остается раскаленная плита чтобы уже не так сильно все жарилась нам нужно просто довести до готовности еще минут 10-15 ну и пока мы соберем соберемся пойдем в дом то есть чтобы все это было теплое горячее на улице уже темно вот я нарезала свои помидоры у меня еще есть зелень руккола шпинат лучок в теплице вырос ноября мы еще со своей зеленью мы очень любим салатики свежей зелени и даже просто вот к такому блюду можно просто положить зелень на тарелку это через латовласка очень вкусные сладкие поспевают очень хорошие помидорки ну вот такое получилось блюдо можно на гостей такое блюдо делать подписывайтесь на мой канал всего доброго до свидания